ТИЛОК 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 Работает от бортовых аккумуляторов емкостью 300 кВт-часов с ожидаемой дальностью хода 193 км с полной загрузкой. И это на одном заряде. Карго-спит Доставка грузов иногда может занимать очень много времени. Но только если не объединить ее с системой Hyperloop. Одноименный вакуумный поезд во время испытаний в 2019 году развил максимальную скорость 463 км в час, что делает его в несколько раз быстрее любого обычного поезда. Несмотря на то, что некоторые специалисты до сих пор сомневаются, стоит ли перевозка людей при помощи Hyperloop своих затрат, в компании DP World Cargo Speed решили пойти дальше. Они собираются доставлять грузы со скоростью полета и по стоимости, близкой к стоимости автоперевозки, в любую точку мира за 48 часов. Звучит заманчиво? Системы Cargo Speed будут перевозить высокоприоритетные и срочные товары, включая свежие продукты питания, медикаменты, электронику и многое другое. Hyperport Еще один вариант невероятно быстрых грузоперевозок — система Hyperport от компании Hyperloop Transport Technologies. Это система логистики в порту, которая, по словам создателей, может перемещать до 2800 контейнеров в день, преодолевая сотни километров за считанные минуты. Система Hyperport похожа на гигантскую версию пневматической трубы для транспортировки небольших предметов и бумаг, как, например, в банках. Но чтобы превратить маленькую систему пневматических труб в большую и предназначенную для доставки крупногабаритных грузов, нужно вывести технологии на новый уровень. Предполагается, что рельсы Maglev устранят сопротивление качению, а сотни километров запечатанных труб будут вакуумированы, чтобы почти полностью исключить сопротивление воздуха. И капсулы действительно смогут перемещаться почти на сверхзвуковой скорости. Предполагается, что в одной капсуле поместятся два стандартных 6-метровых транспортных контейнера, а скорость грузовых перевозок будет ограничена примерно 965 километрами в час. Shell Starship 2.0 Созданный компанией Shell экспериментальный тягач демонстрирует, как можно сократить энергопотребление грузовых автомобилей за счет использования современных технологий. Shell Starship 2.0 оснащен новыми шасси и трансмиссии, системой экономии топлива и передовыми смазочными материалами. Кроме того, кабина тягача изготовлена из углеродного волокна с низким аэродинамическим сопротивлением. Дизайн выполнен таким образом, чтобы оптимизировать потоки воздуха вокруг грузовика, а солнечная панель мощностью 5000 ватт, установленная на крыше прицепа, помогает заряжать основной аккумулятор и снижает нагрузку на двигатель. Стоит отметить, что третья ось тягача приводится в действие электромотором. Он помогает дизелю в тяжелых условиях, например, на подъеме. А при торможении он же запасает энергию в тяговой батарее. В результате экспериментального пробега выяснилось, что Shell Starship 2.0 расходует в 2,5 раза меньше топлива, чем обычные грузовики. И это на самом деле очень круто! Почти так же круто, как курьеры-парашютисты, доставляющие бургеры в любую точку самым экстремальным способом. Даже жаль, что это всего лишь первоапрельская шутка компании Deliveroo. Интересно, а бургер, который сбросили с самолета, успевает остыть или пребывает на землю еще теплым? Атлантис Этот невероятный концептуальный проект получил название «Атлантис». Предполагается, что грузовик будет иметь автономность пятого уровня, то есть не иметь кабины для водителя и передвигаться без вмешательства человека. Но самое главное – это, конечно, максимально необычный дизайн, который отличается от всего, что вы когда-либо видели. Взять хотя бы огромные колеса в задней части размером с сам трейлер. Причем на дороге эти колеса перемещаются независимо. Дорожный просвет прицепа недостаточно высок, чтобы он мог двигаться по неровной местности. Но, с другой стороны, это не так уж важно. В конце концов, доставка грузов обычно осуществляется по трассам с нормальным покрытием. Тем более, когда речь идет об автономном грузовике. К сожалению, современное развитие технологий пока не позволяет создавать авто, которые смогут карабкаться по горам без помощи оператора. Вера В 2018 году компания Volvo Trucks представила свое первое решение для удобной доставки грузов на базе электрического автономного транспортного средства под названием «Вера». В его задачи входит перемещение по закрытым территориям, таким как порты, логистические центры и промплощадки. То есть «Вера» двигается только по заранее обозначенным маршрутам. В рамках совместного проекта Volvo Trucks и компании DFDS задачей «Вера» стала транспортировка контейнеров от логистического терминала до погрузочно-разгрузочной площадки в морском порту. При этом работа отслеживается оператором, а скорость движения грузовика остается очень маленькой. Всего 40 км в час. Считается, что это оптимальный лимит для повторяющихся перевозок грузов в промышленных зонах. Но и стоит сказать, что выглядит «Вера» достаточно необычно. Из-за отсутствия кабины водителя окажется, что кто-то присоединил к трейлеру грузовика элитный суперкар. Вижен Урбанетик Отделение Mercedes-Benz Vans построило концепт модульного городского беспилотного транспортного средства под названием «Вижен Урбанетик». Это аппарат, соединяемый электрической платформой и сменными кузовами. То есть при необходимости «Вижен Урбанетик» может быть автономным такси на 12 мест, а через пару минут он превратится в фургон. Процесс может осуществляться автоматически или контролироваться вручную. Причем теоретически таких кузовов может быть много. Транспортное средство превратится и в автомобиль спецслужб, и в мобильное кафе. В салоне пассажирского модуля предполагается разместить по периметру дисплей, предоставляющий информацию о маршруте, важных пунктах города и даже позволяющий поиграть в мини-игры. Но если вдруг кто-то заскучает по пути. Фургон предполагает погрузочную длину 3,7 метра. Общая длина при этом составит 5,14 метра. Пока автономные автомобили, конечно, еще недостаточно приспособлены для особенно густонаселенных районов. Но технологии развиваются очень быстро, и это прекрасно. Чем быстрее все это распространится по миру, тем лучше, потому что в некоторых городах доставка товаров выглядит вот так. И это явно очень неудобно. Но лучше всего, конечно, наладить доставку грузов по воздуху. Один из вариантов — использовать грузовые беспилотники, такие как Нува Ви-300. Он работает в 10 раз экономичнее, чем сегодняшние вертолеты, не требует взлетно-посадочных полос и обеспечивает повышенную безопасность и надежность благодаря электрическим двигателям. Носовая часть фюзеляжа поднимается, оставляя большой проем для погрузки груза. С помощью вилочного погрузчика внутрь можно легко поместить разные типы контейнеров. Груз закрепляется с помощью удерживающих сеток или ремней, чтобы он точно не вывалился по дороге. План полета предварительно загружается на наземной станции перед взлетом. После старта Нува Ви-300 перемещается полностью автономно. Однако непрерывная связь позволяет наземному оператору, который управляет транспортным средством с помощью простых щелчков мыши, иметь полный контроль в случае экстренной ситуации, ну или банальной отмены рейса. Нува Ви-300 взлетает и приземляется с помощью восьми независимых электродвигателей. Аккумуляторы можно заряжать, просто подключив их к зарядной станции. Беспилотник оптимизирован для доставки 300-килограммовой полезной нагрузки в пункты назначения на расстояние более 300 километров. Но может быть модифицирован, например, чтобы перевозить 50-килограммовую полезную нагрузку на расстояние до 2500 километров. Карго Кьюб Со стороны может показаться, что перед вами самый обычный контейнеровоз. Таких тысячи, но Карго Кьюб отличает модульность. Запатентованные технологии и оборудование Карго Кьюб предназначены для оптимизации и перевозки грузов безопасным, быстрым и экономичным способом. Он спроектирован так, чтобы максимизировать пространство и эффективность. Система шкивов и гидравлический подъемник позволяют легко загружать и разгружать грузовик или прицеп всего одному человеку. Чапарал В марте 2022 года компания Elroy Air совместно с FedEx объявила о старте испытаний автономного гибридного электрического беспилотника Чапарал с вертикальным взлетом и посадкой, разработанного специально для перевозки грузов. В совместном заявлении компании обозначили, что собираются начать с операции на средние расстояния от 480 до 800 километров. Чапарал предназначен для того, чтобы поднимать капсулу, установленную под фюзеляжем и загруженную не больше, чем на 220 кило, доставлять ее в пункт назначения, а затем сбрасывать и забирать другой груз. Капсула, ожидающая, что ее подберут, связывается с дроном через набор радиомаяков, и Чапарал понимает, в каком направлении нужно двигаться. При этом люди участвуют в процессе доставки только на этапах упаковки и распаковки капсул. Чапарал не требует аэропорта для взлета или посадки, а по размеру занимает всего 6 стандартных парковочных мест. В принципе, Чапарал пригодился бы буквально везде, но особенно такой способ доставки будет востребован там, где есть реальная проблема с дорогами. Один из примеров – Нунавуд, территория в составе Канады. Необходимые для жизни ресурсы, например, дизельное топливо, доставляется местным жителям из Южной Канады самолетом или на лодке, поскольку в регионе практически нет дорог или железнодорожного сообщения. Единственная автодорога территории протяженностью 32 километра соединяет шахтерские городки. По данным от 2021 года население Нунавуда составляет 39 589 человек, и я думаю, все они были бы рады получить автономного доставщика в помощь. Яра Биркеланд Автономные самолеты, легковые машины, грузовики. А как насчет грузового корабля? Первый в мире электрический автономный грузовой корабль был спущен на воду в 2021 году. Предполагается, что Яра Биркеланд будет заменять до 40 тысяч рейсов дизельных грузовиков ежегодно. Судно длиной 80 метров питается от аккумуляторной батареи емкостью 6,8 мегаватт-часов и может перевозить до 3200 тонн при максимальной скорости 15 узлов. Это 28 километров в час. Пока что судно Яра Биркеланд вроде как совершило только один пробный рейс в Осло, но оно должно было войти в эксплуатацию в 2022 году. Кстати, наряду с производством самого корабля, компания использует собственные запасы аммиака, используемого в производстве удобрений, для разработки источника топлива с нулевым содержанием углерода. Возможно, в будущем его будут использовать на борту Яра Биркеланд.